В Ленинградской области разработают единую схему развития систем водоснабжения и водоотведения, заявил Александр Дрозденко. В областном правительстве считают, что многие очистные сооружения региона не выдерживают никакой критики. За последние годы на территории Ленинградской области участились обращения граждан по ухудшению качества питьевой воды. И это сегодня, к сожалению, уже является такой тенденцией. И также мы точно с вами знаем, что у нас очень высокая степень аварийности и очень плохо организована работа по канализационно-очистным сооружениям. Мы деньги тратим, усилия тратим, нервов, наверное, тратим еще больше. А показатели качества воды у нас, к сожалению, истоков не улучшаются. На реконструкцию очистных водозаборных сооружений необходимо примерно 40 миллиардов рублей. Большинству муниципалитетов средств на содержание и развитие инженерных систем не хватает. Единственный выход, как выразился губернатор, взять эту тему под областную крышу. Для этого районные предприятия должны передать свое имущество областному водоканалу. 40% территорий Ленинградской области, или районов, или городов Ленинградской области, где ситуация стабильная, где есть либо уже сегодня частные инвесторы, которые либо арендуют, либо выкупили, либо по иной форме используют имущество по водоснабжению, по водоотведению. И примерно 60% это муниципальные предприятия, или даже муниципальные предприятия, находящиеся в стадии предбанкротства или банкротном состоянии. То есть те особственники, которые не способны сегодня развивать ни сети водоснабжения, ни очистные сооружения. Переход к комплексному развитию водоснабжения и водоотведения также позволит установить единые тарифы по всей области. Масштабная реконструкция очистных сооружений в первую очередь начнется с объектов, расположенных вблизи Финского залива.